В нашей жизни, как известно, невозможно избежать смерти. Постулат номер один. Все люди смертны. Бывает, что и внезапно смертны. Есть еще одна вещь, которую нежелательно избегать в жизни. Это уплата налогов. Итак, каждый год в Соединенных Штатах Америки до 14 апреля нужно заполнить налоговые декларации, как федеральные, так и штаты Калифорнии. И послать их туда, в налоговую службу. Бывает так, что ты должен там денег, потому что мало налогов с тебя вычитали. Или наоборот, тебе должны, потому что бывает, что ты переплачиваешь. Итак, я заказал по почте федеральную налоговую службу. Формы. И мне прислали, значит, вот эту вот форму 10-40, так называемую, и буклет. Странно. Я вообще-то просил мне форму прислать с так называемым графиком C. Это... Потому что я независимый контрактор, переводчик. И нужно заполнить там, сравнить расход, приход и так далее. Вот. Это форма 10-40. Это форма 10-40 для пожилых. То есть я ее буду использовать. И там разные, значит, так называемые графики. Schedule 1. Это дополнительный доход и, так сказать, изменения в доходе. Потом график E. Это дополнительные налоги. График 3. Это дополнительные кредиты и платежи. И есть еще форма, в которой ты можешь запросить всю переписку с налоговой инспекцией на русском языке. Но они там что-то напутали и прислали мне две таких формы. Фу, я не просил две. Ну ладно, неважно. Значит, далее. Вот эта вот штучка. Это инструкции. Фу. Многие люди сами не любят заполнять налоговые декларации и платят так называемым сертифицированным общественным бухгалтерам CPA. Certified Public Accounts. Аж по несколько сотен долларов. Долларов 400. Я один раз одной русской паре, муж, жена, не знаю, муж, гелфренд, заполнил налоговую декларацию, да, и там 800 долларов. Они не поняли, они так поняли, что должны и на меня. Я говорю, да что, вы посмотрите, это вам возврат. Но больше я никому не делал эти налоговые декларации, не составлял. Нужна мне еще главная боль. Так, значит, тут сколько страниц, значит, сейчас, в разных языках. Ха. Даже на русском есть там объяснение. Ну вот террас. Хочу посмотреть, сколько же страниц тут. А тут на разных языках в конце объяснения. Фух. Ай. А, да. 113. В общем, 113 страниц, инструкции. Представляете? Это же ужас какой-то. Ну я, даже когда в 96-м году я заработал всего 500 долларов там. Да. Из января, февраль, марта. Три месяца. Потом я за наличные работал. Это официальный заработок. Я послал налоговую декларацию. А мне русский там, с которым я жил, говорит, да ты что, с ума сошел, что ли, послал? Нафига. А потом не раз, возврат. По-моему, даже больше 500 долларов вернули. Вот. Ну тут советы, значит. Ой. Ужас сколько всего. Хух. Кошмар. Кошмар. Инструкция. Да. Ну ладно. Затем я, значит, заказал калифорнийскую форму. Буклет и формы. Калифорний 500-сорковая форма. Жду, 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 жду. Да что такое? Федеральную прислали, калифорнийскую нет. Я второй раз заказал. Второй раз мне прислют ее. Фух. Кошмар. Так, а здесь сколько страниц? Ну, всего лишь 95 страниц. Ерунда. Вот. Так что умри, а налоги заплати. Как говорится, заплатил налоги и спи спокойно. Аль Капон. Аль Капоне. Пострадал не из-за того, что убивал людей. Мафиози. А потому, что налоги не платил.